Дорогие друзья, всем привет! Вполне возможно, при просмотре этого видео вы разочаруетесь, увидев то, что я вам покажу в этом видео. Так вот, я сейчас нахожусь в Даунтаун Лос-Анджелеса. И, вполне возможно, вы смотрели уже мои предыдущие видео про Санта-Барбару, Санта-Монику и прочее. Про красивые и чистые города. Сегодня я хочу вам показать самый центр этого мегаполиса и снять с вас эти розовые очки, которые были на мне около двух лет, но, наконец-то, я их снял и начал видеть настоящее, что происходит в реальной жизни. И так, приятного просмотра! Место, где я сейчас нахожусь, называется МакАртур Парк. Недалеко от места, где я живу. Итак, почему я начал съемку с этого места? Я покажу вам сейчас пару кадров. И, вполне возможно, вы удивитесь, скажете, Заурчик, тут все очень круто. Зеленый парк. Озеро есть. Люди занимаются. Да, так и есть. На самом же деле, снимайте розовые очки. Я хочу вам показать то, что не все, на самом деле, парки из Лос-Анджелеси, они, так скажем, облагорожены либо безопасны для обычных вот посетителей, типа меня там и вас. Большинство парков, вот таких, как, например, этот, они вот наполнены вот такими вот людьми. И приходить сюда после, скажем, заката, не то что неприятно, небезопасно. Приходить рано утром, когда их всех разгоняют с утра, чтобы нормальные люди, посетители приходили и занимались, занимались там спортом, своими делами, то да, тогда вполне возможно вы придете и не заметите этого пи***я, что здесь происходит после шести-семи часов вечера. Посмотрите, здесь даже есть футбольное поле, идеальный газон. Я сюда как-то приходил по утрам и занимался. Посмотрите. Сейчас всех разогнали. Уже вот один лежал, остался человек с руками в трусах и, видимо, холодно. Вот остальных зомбиков нет. Но я сейчас пройду буквально пару минут и там будет просто пи***ь. Здесь вот интересно, буквально вот я сейчас прошел, это была автостоянка, не автостоянка, это автобусная остановка. И вот здесь вот пломб просто сидят люди и принимают крэк в восемь утра. Центр Лос-Анджелеса, друзья. И полиция, никто ничего не делает, всем абсолютно все равно на жизни людей. Переходя вот этот вот буквально пару блоков с Корея-тауна до даунтауна Лос-Анджелес, ты как будто бы очутился в Мексике. Очень много мексов, очень много вывесок на мексиканском, ну, извините, на испанском языке. Здания очень старые, не обновленные, инфраструктура не обновленная. Ола! Типичная мексиканская семья. Цель этого видео не разочаровать вас в Лос-Анджелесе. Цель этого видео показать, какой он в реальной жизни. Люди сюда приезжают и думают, Лос-Анджелес состоит из голливудских холмов, из Беверли-Хиллз и Санта-Моники. Друзья, нет. Если вы не сможете, если вы не можете позволить себе жить в дорогих районах, таких как Санта-Моника, либо Беверли-Хиллз, то, скорее всего, вы попадете в такие районы, вот как Даунтаун, Корея-таун. И мы еще не дошли до даунтауна, до центра Лос-Анджелеса. Скорее всего, представляете себе даунтаун как Москва-Сити или Нью-Йорк-Сити, но это не так. Друзья, я не знаю, что это не так. Друзья, еще хотелось бы показать вам, что здесь очень грязные улицы. Я не знаю, я не видел ни один город, ни в США, ни в России, чтобы было настолько грязно. Я сам из провинциального города, из России, из Башкирии. Но там не было, не доводили до такого, чтобы ты выходил в белой обуви и через пару месяцев она тебя просто убивалась. Американцы очень любят собак. Так вот, хорошо, я пойму, может быть где-то за городом, за центр Лос-Анджелеса ты выходишь, и там у тебя листья, мусор на улицах. Окей. Но когда ты... Когда Downtown LA это твое лицо, это визитная карта Лос-Анджелеса, одна из визитных карт. Почему я не могу выйти и насладиться просто прогулкой? Секрет, который мы вряд ли когда-то разгадали. Downtown это такое место, где... Вот живут очень богатые люди, а когда они спускаются вниз, то все, что они видят, это... это просто какой-то зомби-апокалипсис. Это бомжи, это наркоманы, которые употребляют прямо вот так вот на улице. Им никто слов не говорит. Почему так происходит? Я лично не знаю. Опа. Good morning, thank you. Thank you. Пропустили на красный свет. У меня такой нью-йоркский стайл. Прохождение через светофоры. Многие такие здания, как и в Нью-Йорке. Строились благодаря нефтяным магнатам лет сто назад. Здания очень красивые. Очень красивая архитектура. Конечно, слов... Плохих слов мне насчет этого нет. Молодцы. Очень красивая архитектура. Очень красивый. Ну вот яркий пример того, что сюрприз может ожидать тебя буквально за углом. Как турист вы можете просто прогуливаться, наслаждаться одним из самых крутых городов в этом мире. И за углом будут просто стоять вот такие зомби. Друзья, я официально в Даунтаун Лос-Анджелес. Я хочу мало вообще говорить, я хочу вам показать просто, что здесь происходит. Время полдевятого утра. Все идут на работу. Просто давайте прогуляемся, посмотрим, чем вообще люди занимаются и как выглядят улицы этого города. Время полдевятого утра. Люди из консервативных стран, даже из Штатов. Вот вы будете прогуливаться здесь, вы просто офигеете от того, что вы будете видеть, каких людей, как они одеты, как они себя ведут. Сказать, что все люди имеют право на свободу выбора, одежды или как они себя экспрессируют. Я все-таки думаю, что здесь должны быть лимиты, должна быть черта, за которой человек не должен переходить. Если он перешел, значит у него что-то скупуха не то уже. И здесь таких очень много. Очень много. Но вы не пройдете и пяти минут. Как вы встретитесь стопроцентно какого-то просто фрика-зомби. Еще один немаловажный фактор, что здесь воняет мочой. Если улицы с утра не помыли, не прошлись шлангом с водичкой, то смрад, санье, грязь. Оно везде, оно абсолютно везде. Все обоссано. Хорошо, что хоть дерьмо не валяется. Так бы было абсолютно пиздец. Я подхожу до района Скидров. Многие слышали об этом районе. Он популярен тем, что там живут наркоманы и бездомные. Это их район. Исторически сложившийся район. И кто там не трогает, уже более пятидесяти лет. Они там живут себе спокойно. Помирают. И, видимо, не против того, чтобы населялись новые жильцы. Не употребляйте наркотики, друзья. Иначе попадете в такое место, которое я вам сейчас покажу. Я буду снимать очень осторожно, чтобы меня не спалили и не докопались на меня. Но погнали. Привет, могу я спросить? Привет, извините. Я просто спросил, как опасно для меня, чтобы ходить здесь. Я не ходу там. Вы не ходите там? Нет, нет. Мой лимит везде. Окей. Но он может ходить, но никто не будет проблем. Никто не будет проблем с тобой. Я не могу спросить тебя. Если я не показываю, то я буду бояться. Если кто-то будет спрятать камеру, то мы сможем спрятать. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Поехали. Я бы хотел заметить, что вот этот вот блок, а вы видите, да, вот они здесь живут. Здесь довольно чисто. Здесь не валяется мусор. Люди чилят, у них там играет музыка. Пройдемся дальше, посмотрим, что там. Это, как я уже говорил, это место исторически так сложилось, что сюда подселяли, когда город зарождался, только-только зарождался. Таких. Именно в этот район запускали бездомных, вот людей с гетто, там наркоманов. И здесь открывались такие учреждения, где их кормили бесплатно, им давали, предоставляли бесплатное жилье. И время проходило, и штат Калифорния, город LA, он ничего с этим не делал. То есть люди сюда продолжали. I'm sorry. Sorry. Люди довольно добрые, на самом деле. Я думал, он там не накопается, а нет. Так вот, люди сюда потеряли людей, их кормили, их поили и спать уложили. И время проходит, и до сих пор эта тенденция, она здесь существует. Ее не меняют. Вот эти вот все здания, вот что позади меня, что вот эти здания, они выглядят очень хорошо. Они цветные, но это не квартирные билдинги, где живут обычные люди. Находиться здесь мне неприятно, здесь пахнет. Здесь постоянно смотрят на меня, не докопались. То есть там пройдя пять минут уже с камерой, уже все, мне было все равно. Нормально. В Агрессии никакой нету. В основном это чернокожие. И из белых там был какой-то дед стоял. И я был. И еще там какой-то наркоша. В основном все чернокожие люди. Человек сейчас прикрыл свое лицо, когда я снимал. Извините, ребята. Извините, ребята. Нет, нет, нет. Я сделаю уверен, что вы можете... О, спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо большое. Это круто, чувак. Спасибо, сэр. Спасибо, сэр. Да, вот я говорил, что сейчас человек закрыл лицо. Вот. И вот этот чувак сзади меня говорит, это Вайнгри, давай. Можешь снимать меня, я не против камеры. Нет. Нет. Так, ну я вернулся в Мексику. В Канкун. Все. Здесь уже весело. Фиеста. Люди улыбаются. Продаются кухрень. Стритфуд. Игрушки. Здесь уже не страшно гулять, находиться. Никто тебя не тронет. Все доброжелательные, все занимаются своим делом. Зарабатывают денежку. Вот сейчас я поговорю с фриком. Ола. Охота поговорить с этим фриком. Не знаю, люди, если мне получится, то это вот фурор. Можешь спросить, как дорого это будет, чтобы держать бизнес в этом городе? Не знаю. Не знаю. Ты телефон. Не, сейчас я работаю. Я работаю. И это вот фриком. Спасибо. Я говорю с ним или нет? Да. Ола. Окей, хорошо. Ола, как дела? Как дела? Как дела? Нет? Нет? Окей, она не хочет разговаривать. Так, друзья, мы сейчас находимся в месте под названием Toy District. То есть район игрушек. И, насколько я заметил, это реально район игрушек. Посмотрите, здесь магазинчики с игрушками. Вот этот вот называется прям Mega Party. Это круто, я никогда раньше не замечал этот район. То есть есть Fashion District, район моды. Есть тот же Skid Row, район наркоманов и бездомных. А есть район с игрушками. По запаху ничем не отличается. Вот Skid Row также пахнет мочой. Но если не дышать, можно выжить. Друзья, мусор, смрад никуда не уходит на протяжении всего нашего пути. У меня осталось всего пару минут до маленького Токио. И, знаете, все те же фрики, вся та же грязь. При том, что это все находится вот внизу. Если посмотреть наверх, то здесь красивые здания. Ага. Смотрите. Ладно, я уже снимать сегодня буду. Good morning. Ага. Здесь красивые здания, скажем, вот апартаменты под названием Ava или Ava. Здесь вот есть свой спортивный зал. У меня знакомые как-то жили в апартаментах Ava или Ava. Стоит около 200-200 в месяц. Но они жили в районе Los Feliz. В районе, где жил сам Брэд Питт. Живя в даунтауне, не знаю. Если вы не выходите с билдинга и не видите все, что происходит внизу, я думаю, деньги эти окупают свое. Хотя здесь неплохо. Довольно чисто. Еще бы было не чисто, да? Зашел в 7-Eleven, решил взять кофе. Но я еще не завтракал, мне еще рано, еще 3 часа до завтрака. Но я не против попить кофе. Украины в 5-6-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7 Это здесь. О! О! Нет, я не могу. Это морфор. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, мы находимся в районе Little Tokyo, маленькой Токио, людей нет, потому что сегодня суббота, и люди отдыхают, а я хожу, пытаюсь снять что-то, снять контент. Это также считается даунтауном, сердце Лос-Анджелеса, его центр, но район японский. Здесь уже я не замечаю фриков, если я их увижу, я сниму и вам покажу, но в основном это жители, это японцы, это белоамериканцы, все довольно чисто, по углам стоят охранники, security зданий, и довольно пешеходный район. Я уже об этом говорил в каком-то из своих видео, что Little Tokyo это пешеходный район, это очень маленький район, его можно обойти там, не знаю, за несколько минут. Так, немного истории. Вот этот маленький Токио район, он сформировался далеко не от того, что вот приехали японцы такие, давай строить свои комьюнити. Далеко не из-за этого. На самом деле, во времена Второй мировой войны этот район был как, скажем, как концлагерь. Из-за трагедии, которые произошли в Перл-Харбор, началась массовая сегрегация, расизм в сторону азиатов, японцев. И это место было как своего рода домом для тех, кто выжил после этих вот лагерей, до послевоенных, довоенных. Начали привлекать инвестиции, начали строить рестораны, магазины. И спустя 70-75 лет уже, да, это место привлекает туристов. Но мало кто знает, каким образом это место сформировалось. Так, по дороге домой я хотел бы показать вам. Это уже такой муниципальный район. Здесь находятся все суды, здесь находится ЗАГС. И здесь находится концертный зал Уолта Диснея. Невероятно красивое здание. Еще один музей Деброуд. За чистотой улиц здесь уже следят конкретно. Вот сюда уже не стыдно пригласить друзей, приезжих погулять. Здесь вы уже вряд ли увидите наркоманов и бездомных людей. Люди в белых рубашках в основном. И туристы. Вот так выглядит метро в Даунтауне. Довольно спокойно вокруг. Давайте посмотрим. Лиски. Релод. Так, баланс. Два доллара стоит проезд. Вроде бы, не уверен. Вроде два доллара. В Нью-Йорке уже... Не знаю. Три доллара? Кто с Нью-Йорка напишет, сколько там стоит проезд на метро? Позади меня находится жилое здание, квартиры. И я сейчас вот увидел человека, который уходил, укутавшись в полотенце. Я сначала не понял, но оказалось, что здесь находится бассейн. Видимо, принадлежащий этому зданию. Посмотрите, бассейн закрыт. Так, через решетку мы посмотрим. Это не что-то, что удивляет, конечно. Большинство квартирных помещений, зданий имеют свой бассейн, там свою тренажерку, сауну и какие-то прочие плюсы. Но вот это, на самом деле, здание, оно меня очень пугает. Оно слишком огромное. Я не знаю, сколько там тысяч квартир. Не знаю, я уже от этого отошел. Меня это пугает. Прожив два года в Нью-Джерси, в одноэтажной Америке. Где-то максимум два этажа здания. И самое главное муниципальное здание, там не больше трех-четырех этажей. То, конечно, такие здания уже все. Я не хочу к ним подходить. Мне они страшны на психологическом уровне. Мне страшно. По такими мостами вы часто увидите очередные мини-города с тентами, где живут бездомные люди. Интересно, что у них даже есть свое электричество. Здесь вот они подключаются. Они открывают вот эти щитки, которые находятся на земле. Они их вскрывают. Они подключают кабели. И проводят вот эти кабели, шнуры к себе в палатке. И у них есть свет. У многих здесь есть даже свой кондиционер. Свои холодильники. Представьте. Иметь холодильник, живя в палатке на улице. Ну что, дорогие друзья, на сегодня все. Как вы сами увидели, Даунтаун Лос-Анджелес, вообще город Лос-Анджелес очень разный. И люди ведут себя тоже по-разному. У тех, у кого ничего нету, они ведут себя, ну, по крайней мере, вели достойно. И при виде камеры ничего лишнего мне не сказали. А те, у кого что-то есть, вели себя, ну, скажем, не то, что недостойно, скрытно и как-то, каким-то образом, вот, негативно. Лос-Анджелес очень интересный город. Приезжайте, исследуйте места, путешествуйте, узнавайте что-то новое. Подписывайтесь, ставьте лайк, оставляйте комментарии. И увидимся где-то еще. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok